Синоптики еще перед началом зимы предупреждали, что она ожидается непредсказуемой. Так и вышло. Дважды с начала холодов людям и автомобилистам пришлось переживать гололедные явления. За неполный месяц коммунальные службы уже успели потратить почти половину запаса песчано-соленой смеси. Ею посыпают улицы и тротуары. У нас ограничение стоит на автодороге Самара-Чемкент, на грузового автотранспорта. По всем направлениям автодороги в данный момент открыты. Если будет дополнительная информация у нас, до населения будем сообщать в виде СМС-оповещения. Каждый день такие происшествия происходят у нас по области, что наши бригады выезжают на аварийно-спасательные работы. И съезжают также с автодорог и ДТП случается. Медики региона говорят, что день 13 декабря для них запомнится надолго. Пациенты с самого утра начали поступать в травмпункт. Люди жаловали, что по улицам невозможно ходить. Только за вчерашний день из-за обильных осадков был дождь ледяной, был сильный гололед по городу. И за вчерашний день в травмпункт города был доставлен на 69 человек. Помимо этого доставлялись пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. Хоть они были незначительные, но все равно были диагностированы черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга. Также у всех пострадавших от гололеда, которые доставляются, либо своим ходом добираются в травмпункт, обращаются. В основном диагностируются, конечно, ушибы. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.